дорогие зрители всех приветствую на канале герчик и к с вами виктория сипчук тема данного видео будет про рекомендации по открытию счета в самом начале данном видео я расскажу как нужно торговать до самом начале какой счет нужно открывать что нужно делать чтобы так сказать максимально не потерять деньги да потому что трейдинг это очень рискованное дело особенно когда в самом начале ты начинаешь только торговать а сегодняшние рекомендации будут именно по сохранению ваших средств чтобы даже если вы теряли то теряли гораздо меньше первое демо счет изучение брокера рынка что это значит то есть когда вы только-только до познакомились трейдингом только-только начинаете торговать а вы установили себе торговый терминал и думаете да что делать вообще сколько вкладывать сколько можно зарабатывать с какого депозита начинать как риск менеджмент написать что вообще делать и как вообще торговать и как не слить весь депозит принципе это интересует многих трейдеров которые только-только вот знакомятся с этим бизнесом дыма счет вот по моему мнению такой оптимальный вариант самом начале когда вам нужно вообще хотя бы изначально в первую очередь расскажем так в первую очередь нужно познакомиться с платформой вам уже познакомиться с инструментами вообще вам нужно познакомиться с самим брокером как он работает какие он какие у брокера условия как эти сделки открываются у разных инструментов возможно какая-то комиссия есть да потому что у некоторых брокеров да есть не только же да если мы сейчас говорим про форекс не только валютные пары какие-то другие еще инструменты да возможно крипто монеты либо ксиди на акции вы должны это все изучить рекомендации именно на демо чтобы не попасться на реальном счете да чтобы что-то открыли не тот объем не тот инструмент вы это не знаете вы лезете туда что вы в принципе куда мы куда вы ни разу не заходили вы на реальном счете пытаетесь это все изучить это я считаю в корне неправильно потому что это просто будут лишние убытки вы будете терять ваши деньги до которые вы вложили поэтому демо счета такой оптимальный вариант именно для изучения рынка да на котором вы хотите торговать да и будто акции либо форекс либо криптовалютный криптовалюта вы изучаете изучаете во-первых каждый инструмент изучаете вы технически изучаете его именно условия до открытия сделки какие условия у брокера чтобы открыть данный инструмент потому что возможно спред возможно еще что то чтобы вы не сталкивались с какими-то непонятными моментами да когда у вас уже будет реальный счет а второе статистика что это значит то есть демо счет соответственно да вы это все дело изучаете в чем сложность да вот я сейчас говорю там демо счет откройте да потому что у каждой каждый брокер сколько я знаю наверно каждый брокер дает возможность все таки трейдером начинающим отклить демо счет да и поторговать на демо на демо все то же самое что на реальном счету по моему как бы мнению сколько я торговала у торговала я у разных брокеров принципе все то же самое честно и психологически для меня особо нет никакой разницы я просто представляю что это такие же деньги и просто отрабатываю технику то есть ваша задача отрабатывать ваш сценарий, который вы хотите торговать, да, не важно какие это деньги, реальные или нереальные, вы просто ставите себе цель, вы ставите себе там риск на сделку, риск там, возможно, на день, какой-то лимит, да, заходов, вы конкретно знаете, что вы торгуете, какие инструменты, какие сценарии, вам, в принципе, уже не важно, да, на демо вы это все тренируете, либо на реальном счете. Здесь что нужно? Терпение, вот, к чему я веду эту тему, что нужно терпение, потому что, конечно, трейдер он видит это все, да, на демо там два-три дня посидел, посмотрел, ой, здесь идет, здесь идет, тут сделки хорошо идут, открывает реальный счет, у него начинаются большие проблемы. Почему? Потому что демо, ну, как минимум, месяц вы должны на нем торговать, месяц вы должны на нем торговать хотя бы элементарно для статистики, вообще понимать, что вы делаете, да, какие сделки вы открываете, где у вас проблемы, потому что, ну, зачем вам терять средства, да, лишние, лишние деньги, да, лишние убытки, когда можно все это отшлифовать, все это можно проработать на демо, да, на демо счет. Поэтому второе, да, статистика, это важно, потому что вы примерно уже, когда будете вкладываться реально, вкладывать реальные деньги, да, вы будете примерно понимать, да, статистику свою вообще, что вы делаете, да, какие инструменты можно открывать у этого брокера, да, скажем так, выгодно, какие, например, нельзя инструменты открывать и так далее. Третье. Реальный оптимальный счет. То есть после двух пунктов, когда вы это все прошли, поняли, что да, вот мне нужно это, это, это торговать. Что значит реальный оптимальный счет? У всех слово оптимальный, да, оно у всех свое. Кому-то оптимально 100 долларов, хотя я не советую 100 долларов. Вообще 100 долларов это очень маленький счет, даже для Форекса, да, хотя Форекс он такой более, он самый доступный рынок. На Форексе 100 долларов это, ну, это, наверное, 99% это слив, скажем так, ладно, 98 возьмем, да, там эти 2% каких-то людей таких вот, которые соблюдают риск менеджмент, которые знают, да, соблюдают риски, они особо не торопятся, не разгоняют счет, торгуют вот таким маленьким-маленьким лотом и там через какое-то время, там через месяца, да, возможно, у него идет какой-то прогресс. Таких людей очень мало. В основном там 100-200 долларов, да, какие-то небольшие, скажем так, до 500 долларов счета, они, соответственно, склоняют трейдера к тому, что нужно быстрее разогнать депозит, да, соответственно, трейдер начинает и там, и там, и там заходить, там превышать объемы и так далее. Конечно же, это сложно, психологически сложно, поэтому оптимальный, да, счет для кого-то, да, вот 500 долларов, да, с 500 тоже можно начинать, для кого-то вот 500 долларов нормально, то есть они будут соблюдать объемы, будут соблюдать риски, все четко, все по плану, все правильно, да, там кого-то 1000, у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 10, у всех своя цифра. В чем суть, да, реальный оптимальный счет, то есть вы, когда открываете уже реальный счет, вы себе должны прописать, сколько я могу потерять, да, на сделке, или сколько я могу потерять, в принципе, там, за неделю, да, там, или сколько я могу сделать убыточный сделок, там, за несколько дней, или в неделю, или в день, да, то есть вы себе, как бы, проговариваете, чтобы вы, как бы, были готовы к этому, то есть вы открываете 100 долларов, да, например, счет 100 долларов, и вот думаете, что вот у меня сделки будут хорошие, я вот буду выбирать, и там, ну, у меня убытков будет по мию, а может быть, такой неделя, да, вся убыточная, да, трейдинг это вообще, как бы, цикл, да, то есть рынок, рынок, он цикличный, то есть сегодня так, завтра так, например, да, либо неделя одна такая, следующая неделя вообще замечательно, можно открывать сделки, То есть ваш счет должен готов быть ко всему, и к фазе рынка, и к новостной динамике, и к перезаходам и так далее. Поэтому оптимальную цифру вы должны себе выбирать, чтобы понимать, что в трейдинге не только будут прибыльные сделки, но и убыточные. Как бы у вас должен сохраняться баланс, чтобы торговать и позволять себе как-то там терять где-то в каких-то сделках, где-то перезаходить, где-то даже неделю убыточную просидеть и так далее. Поэтому моя рекомендация начинать, честно, лично от меня, от 1000, если вы торгуете форекс, от 1000 долларов и выше. То есть это такая цифра, она более такая для психологически, ее можно держать, и то тяжело, если 1000 долларов взять, то здесь уже, конечно же, у всех свои, понятно, приоритеты и риски. Но риски должны быть соответственны, они должны быть минимальны, чтобы вам было комфортно. Опять же, все зависит от человека, сколько комфортно ему терять. Я всегда спрашиваю, вот стоп ты получил. Ну, получил и получил, стоп это нормально, стопы будут всегда. Суть в чем? Стоп какой ты получил, вот такой, который ты себе не прописал, или который ты себе прописал, но ты его не выполнил. То есть вы должны это все делать так, трейдинг, он очень сложный, тем более психологический, он вас просто выматывает очень сильно. Вы должны свою торговлю сделать такой, чтобы вам было комфортно. Поэтому оптимальный счет вы должны открыть себе, чтобы вам было комфортно торговать. И четвертый разгон счета не для всех. Это я уже вот только что озвучила, что разгон счета действительно не для всех. Кто-то может действительно там со 100 долларов, с 500 долларов хорошо разгонять счета. И на криптовалютном рынке, я знаю случаи на Форексе. Но, как правило, как правило, 95% людей, которые разгоняют быстро, заметьте, быстро счета, они также быстро сливают. Ну, это как бы статистика. Поэтому быстрый разгон, он как бы 95% приводит обратно в той же цифре, от которой вы пришли. Поэтому разгон, если и разгон, по моему мнению, он должен быть такой комфортный тоже. Такой баланс, должен быть баланс. То есть вы должны терять, когда у вас идет только прибыль, вы не радуетесь. Потому что когда идет только прибыль, на следующий день идут убытки. То есть это статистика, здесь это просто цифры. Вы должны с этим смириться. То есть вы должны понять, что вы где-то должны потерять обязательно. Вы должны рынку что-то отдать. И только потом вы начинаете зарабатывать. Поэтому здесь важно, если вы хотите разогнать, обязательно соблюдение рисков, обязательно то, что время, терпение. Соответственно, вам нужно это ждать, вам нужно это просто сопровождать. И сопровождать это без всяких всплесков эмоциональных. Вот это самое сложное. Поэтому разгон счета, я так написала, не для всех. То есть в основном люди, много людей, скажем так, большая часть, они эмоционально неустойчивы. То есть мы все люди эмоциональные. У нас есть эмоции, у нас нервная система. У кого-то слабо, у кого-то нет. У кого-то наоборот более устойчив. У кого-то наоборот больше человек торопливый, не может ждать и так далее. Все разные люди по психотипу. Поэтому скажу так. Наверное, 5% людей есть такие, которые действительно устойчивы, которые действительно могут разогнать и понимать. Понять вот эту суть, золотую середину, что нужно ждать, что нужно торговать что-то сильное, крепкое. И заходить нужно не по 50 в день делать, а ждать своей точки входа. И ждать, и понимать, что бывают убытки, и что и будут убытки. Поэтому такой процент людей, их очень мало. В основном все хотят сделать это побыстрее, разогнаться побыстрее. Соответственно, идет нарушение рисков и возникают просто проблемы. Поэтому первое – это оптимальный счет. Чтобы вы себе просто поставили нормальный риск и нормальный потенциал прибыли, чтобы вам было комфортно торговать. В принципе, все. Все, что я хотела сказать в данном видео. Надеюсь, рекомендации были сегодняшние полезны для вас. Особенно для начинающих трейдеров. Особенно для тех вообще, которые не знают вообще, как действовать, что делать, как открывать. И так далее. Я всем желаю успехов в этом нелегком деле. Всем успешного обучения. Всем успешной торговли. Те, кто еще не подписан на канал, Берчику, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк на это видео, если было полезно. Всем до новых встреч. Всем до встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok